Трое семьи Люльковичей получили российские паспорта. Напомню, вопрос о трудностях с получением гражданства эта семья беженцев с Украины подняла во время прямой линии с Владимиром Путиным. После этого проблемы с семьей, проживающей в Челнах, взяли на особый контроль федеральной власти. И сегодня, спустя две недели после прямой линии с президентом, троим из Люльковичей выдали долгожданные документы. Пять лет семья жила в Автограде без паспортов граждан России. Из-за этого им приходилось работать неофициально. Были трудности при получении медпомощи и образования. Наконец, трое из детей – Джимми, Ричард и Екатерина – получили документы первыми, так как пока только у них был вид на жительство. Думали просто про себя, они ждали, что прям в этот же день выдадут паспорта. Ну, получилось так, что в этот день мы очень рады наконец-то дождались, вот пять лет ждали. Я сейчас могу вернуться в колледж искусств. То есть, когда я здесь по приезду поступил в колледж, и из-за того, что нужны были доходы, работа для получения паспорта, я ушел с него. То есть, могу сейчас вернуться, доучиться. Екатерина – повар и теперь сможет работать по-белому с трудовой книжкой. Люльковичи надеются, что их пример поможет остальным беженцам с Донбасса, попавшим в затруднительную ситуацию с документами. И закон, упрощающий получение гражданства России, начнет работать для всех, в том числе и для семьи их старшей дочери, у которых аналогичные проблемы. Остальным пяти членам семьи Люльковичей документы обещают выдать до конца этого месяца. То же касается и семьи Физерахмановых, с которыми Люльковичи состоят в родстве.